Уже на девятой минуте встречи первоуральцы вблизи своей штрафной завалили Анатолия Герка, который сам и исполнил стандарт, поразив левую девятку ворот Динура 1-0. До этого гости провели несколько опасных атак, но полевской голкипер был на чеку. На девятнадцатой минуте нашему киперу снова пришлось выручать команду, когда уже из пределов вратарской игрок гостей расстреливал ворот от Рубника. Гости к середине тайма начали прижимать хозяев к штрафной площади, создавая момент за моментом, но оборонительные редуты полевчан пока выдерживали. В концовке первого игрового отрезка у хозяев был шанс увеличить отрыв, когда все тот же Анатолий Герк выходил один на один с вратарем первоуральцев, но передержал мяч и защитники его накрыли. Второй тайм гости начали более активно, проводя высокий прессинг. На 62-й минуте несогласовенность полевских защитников и вратаря привели к обидному автоголу Дениса Вахмякова в практически безобидной ситуации. 1-1. Такой гол надломил хозяев и уже в следующей атаке восьмой номер гостей выводит свою команду вперед, в упор расстреляв ворота Трубника. 1-2. По обученными голами наши расплачивались за нереализованные моменты, в которых можно было практически снять вопрос о победителе в матче. На 70-й минуте снова провалился левый фланг обороны Северского Трубника и 22-й номер Денура сделал счет 1-3. Из-за травмы игрока первоуральской команды гости заканчивали встречу в меньшинстве, но полевчане взлечь каких-то значимых дивидендов от игры в большинстве не смогли и потерпев поражение вылетели из Кубка области. Первая половина встречи была неплохая, хороший футбол для весны получается. А во втором тайме наши ошибки, ну это на ранней стадии, я думаю, что разберем. В защите не смогли подстраховать друг друга, так что я думаю, что неплохой футбол показали. Ну не получилось, Кубковая игра. Все равно Денур раньше там на предсезонку вышел, где-то видно, что физически поселили немножко. Мы немножко во втором тайме физически подсели где-то и полузащита у нас. И вот я говорю, защитники такие позиционные ошибки допустили, которые привели, в принципе, не обязательно. Так забили в первом тайме, хороший гол, всю игру контролировали, даже 15 минут второго тайма. Вот такие две ошибки привели к взятию ворота. Я думаю, что я доволен и ребятами, и самой игрой. Еще за неделю до старта Кубка Свердловской области не было известно, будет ли Северский трубник играть в новом сезоне, поскольку финансов на это не было заложено в бюджете. Однако, благодаря управляющему директору Северского трубного завода Михаилу Зуеву, полевские болельщики смогут насладиться игрой любимой команды в этом сезоне. Надеемся, и футболисты будут радовать своих преданных поклонников в чемпионате области, который стартует 7 мая.